Приветствую вас. Вы знаете, если отвечать на ваш вопрос кратко, то я бы сказал, что вот, ну, что вам делать, да, вот, что вам делать с собой, я вам бы сказал следующее, что вам нужно больше ориентироваться, больше держать ориентир на себя, не на девушку, как это будет происходить сейчас, а на себя. Хотя по прочтению вашего текста у меня заслужило впечатление, я не достаточно сильное, что девочку вы не любите. То есть у вас есть к ней симпатия, у вас, безусловно, есть к ней влечение, она для вас, безусловно, важна и дорога вам, но это мало имеет общего с любовью, ну, по крайней мере, с той любовью, которая обычно принято, ну, которая обычно принято понимать под словом любовь. Что еще хочется сказать? То, что вот вы говорите, что я проделал, значит, большой путь, значит, там, для того, чтобы быть девочкой, вот, до нее. Вы пишите, что она для меня вся, она смысл жизни. Не должно так быть. То есть смыслом жизни для вас, она быть не должна и не может никак. При всем желании, она не может быть вашим смыслом жизни, потому что для человека смысл жизни, в первую очередь, он сам. Ни в коем случае не может быть смыслом жизни для человека другой человек, потому что это треугольник Картера происходит. Вы живете, как бы, для нее, да, вы делаете что-то для нее, вам обязательно, вы будете обязательно испытывать негативные моменты. И от этого вы будете обязательно испытывать деструкцию, деструкцию, вы обязательно будете испытывать деструкцию. Из-за того, что вы для девочки слишком много делаете, вы обязательно будете чувствовать себя из-за этого. По этой причине плохо, вот, и, и, рано или поздно, вы, следуя закону треугольника Картера, превратитесь из, как вот вы сейчас, да, вы сейчас, кто, вы сейчас, по сути, жертва или преследователь. Тут нужно выяснять. Вот. А вы превратитесь, вы, ну, скажите, что вы сейчас, жертва, вы превратитесь в преследователь. То есть вы начнете ей предъявлять. И по факту, по факту сейчас вы представляете из себя именно жертву. Вот. То есть отношения ваши нездоровые, отношения ваши нездоровые, потому что, потому что, а, как бы, они неравноправные. Отношения неравноправные, неравноправные, неравноправные. Вот. Ваши отношения с девочкой. Дальше. Что-то внутри меня боится того, что происходит, не верит реальности. Феликс, я серьезно думаю, что, с одной стороны, вы боитесь близости, и это, в общем, нормально, потому что, ну, такой, как такой человек, как вы, действительно боится близости, действительно может бояться близости. С другой стороны, вам подсознание ваше, оно, как бы, намекает подсознание, что ты не в том направлении двигаешься, друг. Ты двигаешься немного не туда, вот. Ты двигаешься немного, как бы, ну, не в ту сторону, понимаете? Вот. Какая, какая, какая ситуация. И, на мой, на мой взгляд, на мой, так скажем, ну, скромный взгляд, это предупреждение вам. Это предупреждение вам о том, что вы двигаетесь не туда, что вы двигаетесь в деструктивном для себя направлении, к сожалению. К этому, к этому можно и нужно прислушаться, к этому можно и нужно, это можно и нужно оценить, это можно и нужно принять во внимание, и с этим можно и нужно что-то делать. Вот. Дальше, вы пишите, боится того, что происходит. Вы боитесь близости близости. И близости вы боитесь не случайно, потому что близость для вас это что-то травматичное, близость для вас это что-то тяжелое, сверхтяжелое. Вот. Почему? Потому что близости вы не научены. Вы либо человека сверх идеализируете, то есть, либо вы человека чересчур идеализируете и пытаетесь с ним слиться, как это происходит сейчас. Либо у вас идет, ну, вообще, тотальное непринятие человека. Скорее всего. Скорее всего. Ну, я так, мне так видится ситуация вот на данный момент. Дальше. Значит, тут понятно, да? Нужно осваивать навыки, навыки взаимодействия, личные границы устанавливать, да? Вот. И житься близости. Дальше. Вместе с тем, вы, вероятно, в глубине души считаете, что не достойны счастья. Вы считаете, что счастья вообще не для вас. Вот. Вы считаете, что, значит, ну, вы считаете, что счастья вам вообще, как бы, ну, не заслужили вы счастье. Вот. Ага. По моему мнению, по моему мнению, по моему, по моему мнению, так это выглядит. Вот. Вы считаете, что счастья, счастья вы не заслуживаете. И, соответственно, от сына еще, страх, что все хорошо. Все как-будто бы слишком хорошо. Да. Дальше. Я пытаюсь не доказывать ей того, что творится у меня на зря. Это уже проблема с доверием. Знаете, то есть, это означает, что девочке вы хотите казаться. Вы хотите казаться девочке кем-то, но вы не хотите быть для нее кем-то. Вот. Это, на самом деле, довольно серьезная проблема. Потому что вы правы. Все тайно, рано или поздно, становится явным. И если вы пытаетесь для нее казаться, а не быть, то это, по сути, проявление неудовлетворенности вашего, это проявление невроза. Ну, что такое невроз, я думаю, что вы можете почитать в интернете сами, да, сейчас об этом говорить, как бы, мне кажется, смысла особого нет. Дальше. Так, потому что боюсь, что она не поймет меня. Но, опять же, это проблема доверия. Да? То есть, вы ей не доверяете. Вот, своей девочке. Вы не доверяете своей девочке. Вы не чувствуете, что она может вас понять, что она может вас принять. По той простой причине, что вы сами, скорее всего, не принимаете себя. Опять-таки. Дальше. Например, гуляли недавно, я ее провел додуман, все хорошо, но мне чего-то не хватает. Когда она ушла, я разбил окно кулаком, потом пошел на пес. Не понимаю себя. Смотрите. Здесь, я думаю, с одной стороны, вам действительно не хватает отреагирования, то есть, вы очень много думаете, вы очень много всего думаете, но мало действует. То есть, мыслей много, а действиями оканчивается из этих мыслей, ну, очень большое количество. Это первое. Второе, что можно сказать, это то, что, вот вы пишите, да, вы пишите, что мне чего-то не хватает. Это ожидание. То есть, возможно, когда вы к ней приезжали, вам казалось, вам думалось, вам представлялось, что вы мечтали, что все будет по-другому. Возможно, для вас это слишком обыденно, вы ожидали чего-то другого, вы ожидали чего-то более фееричного, вы ожидали чего-то более эмоционального, может быть, и так далее. При этом, вы не отдаете себе отчета в том, что вы строите отношения сейчас. Это именно выстраивание отношений сейчас, это именно выстраивание. То есть, как бы, вы проходите все этапы выстраивания отношений друг к другу. Ни в коем случае это не отношения. Вы же думали, вы же ждали, скорее всего, вы думали и ждали, что это отношения, и хотели вы отношения. И вам мало было это происходит сейчас, потому что вы рассчитывали на что-то другое, вы рассчитывали на то, что, ну, будет как-то иначе, что будет как-то вообще по-другому. Вот. И над своими ожиданиями вам нужно подумать. Подумайте над тем, что, вот, чего вы хотели, что вы хотели и хотите сейчас. Обязательно, 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 в этом направлении вам нужно подумать. Обязательно. Обязательно. Понимаете, да? Так, что касается агрессии. Агрессия – это недостаток аплодирования, то есть, ну, как я уже сказал, и агрессия – это, ну, это опасность. Да. Это отсутствие у вас чувства защищенности, это отсутствие у вас чувства спокойствия, чувства защиты, вот. А это, в свою очередь, означает, что у вас нет личных границ, которые состоят в том числе и из правил. Это правила, которых у вас также, к сожалению, как вот я вижу, да, у вас правил нет. Ну, определённых таких жизненных правил, да, которые могли бы вам помочь пожизненно, которыми бы вы, там, к примеру, не думали бы постоянно, допустим. Понимаете, да, о чём идёт вообще? Дальше. Напис. Так вы снимаете напряжение, это достаточно нехорошая тенденция, потому что, ну, как я уже сказал, алкоголь проблем не решает, да, ну, то есть я этого не говорю, но вы уже, наверное, поняли. Алкоголь проблемы не решает, проблемы у вас находятся в совсем другой плоскости, алкоголь позволяет ли только их снизить, но у вас в это ощущение, что алкоголь проблемы ваши всё же решают. Это, на самом деле, очень печально, потому что, может легко возникнуть таким образом привыкание именно к алкоголю. Вот, что ни в коем случае вам погоды как таковой вообще не сделает, не сделает вас это более привлекательным для девочки, не сделает вас это более успешным, не сделает вам, ну, короче, ничего вам это не должно, да. То есть ничего нет плохого, потому что вы выпьете, вы можете выпивать. Ну, бывает, вам нужно, во-первых, как бы, умеренно, во-вторых, во-вторых, ну, когда вам всё-таки хорошо, когда вам всё-таки приятно, когда вам, когда есть паспозитив, а вот негативный пить всё-таки, ну, не совсем, не совсем рекомендуется. Вот. Дальше. Не понимаю себя, да, обязательно разобраться в своих чувствах, принятиях и научиться правильно выражать. Знаю, что, люблю её больше жизни, это не любовь, если больше жизни, это не любовь, не может быть такого, что это из-за неё. Это не совсем из-за неё, вы правы, это из-за вас, но она чё-то к этому причастна. Всё делаю ведь во мне, во мне. Ну, как сказать, я бы, я не думаю, что всё дело у вас, я думаю, что, вот видите, да, здесь вы, как бы, девушку свою всё же идеализируете немного, потому что говорите, что, как бы, проблем у вас, нет, проблем не только у вас, потому что отношения строят двое людей, и если происходит то-то, что происходит, то это происходит в том числе и потому что девушка отчасти стала... участницей данного процесса, она волей-неволей, волей-неволей, она посодобствовала тому, что с вами происходит сейчас, вот, так что вы можете это отрезать, но это факт, это правда, вот, поэтому девушка тоже здесь причастна, все дело не только у вас, но и в ней, повторюсь, в ней тоже, в ней тоже, поэтому не нужно снимать девочке полностью отрывать. Она, в том числе, дала вам, возможно, надежду, она, в том числе, возможно, вела себя так, что вы подумали, что вот, ну, что, что-то возможно между вами больше, чем, к примеру, вы имеете в виду сейчас. Так это было? Нет. Но она позволила вам так думать? Да. Позволила. Дальше. Я пытаюсь меняться, пытаюсь менять отношения ко многим вещам, но кто-то меня внутри ест. Ну, понимаете, Феликс, ну вот, вы говорите, пытаюсь меняться, в чем пытаетесь меняться, зачем пытаетесь меняться, ради чего пытаетесь меняться, ради девушки вы пытаетесь меняться, это прямой путь никуда, потому что вам будет еще хуже, вы будете, вот опять, да, опять в треугольных картонах, вы будете думать, что девушка вам что-то должна, вы будете считать, что она должна ценить то, что вы делаете, вам будет казаться, что она мало, мало вам дает, вам будет казаться, что она мало ценит того, что вы за нее делаете, а она ведет себя естественно, а вы нет, поэтому все, что вы, если вы действительно любите, вы делаете все это, для того, чтобы вести себя естественно, вот. Именно, естественно, понимаете, естественно вести себя. Поэтому не нужно меняться в том направлении, в каком вы как бы не хотите, или меняться не для себя, а для девочки. Надеюсь, не надо меняться, если вы хотите менять, меняйте для себя, если вы хотите что-то делать, менять там, ну как вы говорите, отношения к вещам и прочее, делайте это для себя. Что бы вы хотели для себя изменить, к примеру. Дальше. Так. Боюсь в скором времени это выйдет наружу, я выпущу его на свою девушку. Ну это скорее всего какой-то определенный такой негатив, да, просто то, что возможно послужило причиной того, что у вас была попытка суицид. Вот. Чтобы этого не выпустить на девочку, да, это нужно выражать. Потому что даже если вы сейчас вдруг все поймете, просто все, вдруг внезапно все поймете, ага, даже если сейчас эта ситуация произойдет, даже если это случится, то чувства, которые у вас есть, чувства, они все равно остаются. И вам нужно будет эти чувства выражать. Вам нужно будет этими чувствами что-то делать. Так, давайте. Какой момент? То есть, а проагировать? Так или иначе придется. Хочется вам этого момента. Придется. И все. Так что чем, ну, чем лучше, да, чем активнее вы признаете свои вот чувства, свои проблемы, может быть, тем лучше будет. Для вас. Если все. И отношения с девочкой вы сможете сохранить, ну, достаточно хорошие. Доверительные. По крайней мере, они не распадут эти отношения. Дальше, так, я выпущу девочку, она меня разлюбит, она будет концом на меня. Но это то же самое, что и касается смысла, да, смысла жизни, о котором я говорил. Не должно быть такого, что девочка для нас это вот смытого жизни. Такого быть не должно. Но это девочка, если она, если вы ее любите, вот, то никому из тех, кого мы любим, мы бы не пожелали быть чем-то. Вот в этом контексте вы ведете себя эгоистично. Вот. Ну, что-то, что понимание есть, почему вы так себя ведёте, но отношения сохранить, как бы, с девушкой, допустим, своей, вам это не поможет, никак. Потому что, ей, девушке, нужен мужчина, да? Девушке нужен мужчина, партнер рядом с ней, в конце концов. А вы их слишком заняты с собой на данный момент, чтобы что-то ей давать, да? То есть, по факту можно сказать, что сейчас вы к отношениям не совсем, чтобы готовы. То есть, вам они нужны, отношения. Отношения вам нужны, конечно. Ну так, простите. Нужность отношений, как бы, именно нужность отношений и возможность адекватно у них находиться. Абсолютно разные вещи. Поэтому, я рекомендую вам, в этом направлении, так же, как следует для себя, подумать. Потому что, что, то, что вы называете отношениями, не отношения, то, что вы называете любовью, ну, скорее всего, не любовь. То, что, то, что вы называете, ну, то, что вы считаете отношениями, точнее, скорее всего, не любовь. Понимаю, что вам это может быть неприятно, ну, очень понимаю, что вам это может быть неприятно, но лучше бы выслушать это сейчас, от меня, допустим. Чем, потом столкнуть с этим с вами, и вам будет еще более болезненно, чем, ну, чем до этого. Там еще, нам не важно, чтобы, чтобы еще и ваши страхи, если они их не подтвердили. А хочу, чтобы у нас не все было хорошо. Ну, нужно, чтобы хорошо было сначала у вас. Вот. То есть, у вас будет хорошо. В том случае, если... Вот даже это. Хорошо будет у вас. Пока у вас, как вы видите, у вас нехорошо, соответственно, не может быть хорошо и у вас с девушкой. Ну, что одно, без другого невозможно. Но это не отменяет того факта. К примеру. А... 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 Зачем... Зачем вам? А... Чтобы у вас девочка было все хорошо. Под... Лично... Лично вам. А зачем? Это... Вы говорите не девушкой, чтобы было хорошо. А мне девочка. Разница. Вот. Чувствуете? Она есть. Даже на... Таком уровне. Ладно. Вот. Есть. Такие вот... Это не ошибки. Это не косяки. Это именно, вот, показатели. Дальше. Чтобы я перестал думать о том, что где-то по-другому держать себя защитной сроки. Для этого нужно только работать над собой. Только работать над собой. Если вы будете работать над собой, то... Все получится. Ведь... Ведь... Защитная стойка, она... Появилась... Не на ровном месте. Как... Не на ровном месте... Появилось... То, что... Вы... Ну... То, что вы боитесь. К примеру. Чего? Вот. То есть, у этого всего объективно... Объективно. У этого всего. Есть причины. Вот. Так... Давайте мы... С вами... Все-таки... С причинами будем работать. Вот. Так... Понимаете, вы хотите. Вы хотите. Но... Хотите... Хотите... Ну... Ну... Все... И... Для этого что? Работать над собой. Понимаете? Какая история. А... Этого пока нет. Ну... Я пока этого не вижу. Вот. Дальше. Так... А... Скажите мне, понятно, что мне делать с собой? Сказать. Сказать. Куда деваться? Никуда. Я не хочу быть тем, кем я являюсь. Хочу быть хорошим. Меня считают хорошим. Ну... Вы не знаете, кем вы являетесь, а кем нет. Судя по тому, что вы пишете, вы не знаете, с кем вы являетесь. Потому что... Тотальный расстрой. Тотальный расстрой... Wealth... Вообще. Во всех... На всех фронтах. Поэтому... Кем вы являетесь, вы знать не можете. В принципе. В принципе. То есть, при... При всём желании... При всём желании... Вы не можете знать, с кем вы являетесь. Потому что... Вы не прислушиваетесь к себе, к своим чувствам. Вот. Вот. Ничего этого не происходит. А без этого... Сказать, кто вы... Нельзя. И, к сожалению, точно... Более самим собой вас не делает... Тот факт, что вы... Делали смыслом жизни девушку. Ну... Свою... Свою девушку. Совершенно. То есть, это вам... Так не даёт... И не даёт... Каких-то вот ощущений, что вы являетесь самим собой. Далее вы пишите, что пытались несколько раз покончить с собой. Если бы надо, то я бы сделала. Всё хочу, чтобы это закончилось. Закончилось это состояние. Ну... Склонность к суициду... Это... Очень... Серьёзно. Вот. Это... Говорит о том, что... У вас... Достаточно... Сильно... Активничают... Приписание... Значит... К смерти. То есть, кто-то посылает вам. Из ваших... Родительских... Фигур... Посылок к смерти. Вот. Кто это, конечно... Я не знаю. Сейчас на этот вопрос ответить. Невозможно. Вот. Но... Тут... Это однозначно. То есть, вы почему-то считаете, что... Дальнее умереть. Тут есть у вас вот такая мысль, что... Вы должны умереть. Есть у вас... Такая позиция, что... Вы недостойны жить. Ну... Недостойны жить, недостойное существование... Вот... Всякое такое. Откуда это у вас, конечно, нельзя разбираться. Освобождать вас от этого. Помогать вам. Вот. А... В целом... Вот вы говорите, что если бы не девочка, да... Я бы это сделал... Посмотрите... Проблема-то никуда не ушла. Тут она... Как была она, так и осталась. Вы как хотели... Погончить с собой. Так вы и хотите. Ну, то есть, ничего не поменялось. И не поменяется. Ээээ... На самом деле... До сих пор, пока вы не начнете работать именно над собой. Не вовне... Лежат... Эээ... Ответ... А внутри вас? Вопрос только... В том, захотите ли вы их увидеть. Вот пока что... Пока что... На данный момент... Я могу сказать, что вы не хотите. Пока что. Не то, чтобы это... Совсем... Плохо. Просто... Соответственно, вы движетесь... Нет. Движетесь не туда. Это очевидно. И я надеюсь... Эээм... Только... На то, что... Вы... Сделаете... Для... Себя правильные выводы. Я надеюсь только на то, что... Эээ... То вы... Внимательно... Послушайте... Мои записи... И... Не повторите тех ошибок. Вот. Смысл жизни, но не искать в... Себе. А не других людей. Вот. Вот, по сути... То, что я хотел вам... Сказать. А... Ваши слова о том, что... Он... Хочет, чтобы закончился это состояние... Ну, очень... По детски учить. Потому что... Состояние не... Не закончится. Значит... Пока... Пока... Вы сами... Не сделаете что-то для этого. И вот здесь я рекомендовал бы вам... Личностный рост... Как одно из средств... Развития и... Помощи... Вам... Ну, опять же, потому что... Потому что... По-другому... По-другому... Вы... У... 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 Вы... Действительно можете разрушить свои отношения... К... 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 У... 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 вы обращаетесь сами, мы работаем с вами, потом, после 2-3 раз, вы обращаетесь с девочкой и начинаете гармонизировать уже ваши с ней отношения. Нет, нет, конечно, решать, безусловно, вам, не только вам, но мне видится так, мне видится так. Я надеюсь только, что вы сделаете для себя, опять же, повторю, правильный выпуск. Так. Ну, что ж, на этом, в принципе, все. Большой получился ответ, я надеюсь, вам будет полезен. Вот. Буду благодарен, если вы его оцените, если вы, ну, поблагодарите, как-нибудь, в том числе материально, за такой, такой большой ответ, ответ. Вот. Ну, потому что здесь сразу. Вот. И, соответственно, обращайтесь, если понадобится помощь. Буду рад помочь вам. Вот. Если остались вопросы какие-то, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад ответить вам. Вот. Ну, а если ответ вам понравился, то буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Вот. Ага. Я желаю вам обретения гармонии, что же, значит, ну, себе. Вот. Я желаю вам спокойствия, я желаю вам правильного пути. Вот. То есть, ну, я хочу, чтобы вы нашли для себя свой путь правильный. То есть, который именно ваш, не связанный ни с кем. Вот. И надеюсь, что вы все-таки родитесь, и мы сможем вам помочь. Вот. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.